День сегодня насыщенный. Забрал посылку Сазона. Сегодня приедут наши родственники. И как говорит один мой знакомый, мы поедем в кое-какое место, кое-кому, по кое-каким делам. Но мы не такие, как мой знакомый. Мы вам, конечно, все покажем и расскажем. Оставайтесь с нами. Забрал посылку Сазона, поднялся домой и пошел снег у нас. Сегодня 24 октября. Я говорю, что к нам приедут родственники. Мы поехали сейчас забирать собаку Йорка. Ну, а первый вопрос Арине. Арина, ты хочешь собаку? Давно уже ждала ее? Йорка. А как его звать? Уже имя придумала ему? Марсель. Марсель. Так, вопрос к маме. Мама, деньги приготовила? Да. Потому что траты только начинаются. Мне закрасили глазки. Так все говорят. Все купили? Ну, понятно, что... Что братья Арины, то есть они возьмут у себя прогулки с собаками. Потому что женщины... Обычно, нет, женщины покупают, так все говорят. Женщины покупают, а мужики потом ходят с собаками. Сколько ему получается? 27, что ли, 2 месяца? 2 месяца будет. Вот почти что 2 месяца. Рано вас-то, конечно, она отдает. Ну, с другой стороны, кто знает. Может, ему еще у вас будет лучше, чем у нее там. Ну, а как? Вы будете приучать к пеленке, да? К пеленке будете приучать? Да. Ну, на улице все равно надо ходить. Не, ну, сейчас-то его это нельзя. Да, сейчас надо, главное, сейчас все правильно все это сделать. Прививки, соблюдать карантин. И все. Ну, благо то, что вот есть у кого вас спросить. Угу. Подскажем. Когда туда приедем, тогда я дальше поснимаю. Да, уже поснимаю, покажем вам. Как Арина будет там от счастья плакать. Под грустную музыку. Хозяйка тоже прощаюсь. На ютубе, да, такие видео очень пользуются таким спросом. Когда девочка мечтала о собаке, ей тут дарят прям, все плачут. 5 миллионов просмотров. Вот будет тоже самое через несколько минут. Да, мы так озолотимся, глядишь. Богатство. Купим новую квартиру. Купим новую квартиру. Большую. Так, за нами Сережа едет. Большой привет передаем ему, брату Саше. И тёще нашей передаем привет. Вечером 24 октября 2020 года состоялась первая встреча нашей племянницы Арины с Йорком по кличке Марсель. Заочно они уже были знакомы. Так как хозяйка щенка присылала нашим родственникам видео и фото Марселя. Но, несмотря на это, племянница очень волновалась. Все были напряжены и пытались понять, понравится щенок племяннице или нет. Арина оказалась очень довольна, но немного растеряна, ведь недели, дни, часы, секунды ожидания были для неё очень утомительны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женщина проинструктировала новых хозяев Марселя и дала осмотреть щенка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новые хозяева получили несколько полезных советов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, молодец, игронька какая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он любит так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Племянница уже освоилась и не обращала внимания на суету вокруг. Пока взрослые общались, Арина с удовольствием играла с Марселем. Щенка приучают к пелёнке, и в новой семье щенок будет ходить в туалет на пелёнку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце этого выпуска мы ещё покажем Арину и Ёрка Марселя. Вы увидите, как устроился щенок в новой семье. Покатай, покатай, хочу кататься! Ну, какой игривый. Вот, теперь всё, внимание, теперь вызывай будет. Я хочу ему показать, какая у неё шерсть. Скидывает, видишь, его с тебя, скажет, это что за приставучий мальчишка такой? Это чё? Оседлал уже её. Зародница такая. Витамины обязательно надо. Вы сами всё видели, что щенка мы забрали. Вернее, не мы, наши родственники забрали и увезли сейчас в другой город. Им предстоит сейчас дорога, примерно часа полтора-два. Ну, они нам, наверное, с дома там снимут небольшой отрезок, как они там устроились и как он там у них осваивается потихоньку. Но, в принципе, такой щенок, он не пугливый. Он, ну, видели по видео, видно, что он, в принципе, бежит обнюхивать, не стесняется, спокойно может там и на коленки забраться, да, ему волю только. Мы его посмотрели, осмотрели, пощупали, всё у него нормально вроде бы. Да, лапки хорошо, хвостик не ломанный, ушки стоят, бродничка нет, всё там. Прививка поставлена, да. То есть, ну, то, что забирают так радо в два месяца, но это было желание наших родственников. Ну, возможно, у них ему будет гораздо интереснее, комфортнее, и поэтому они решили, что, ну, ничего плохого не будет, если они заберут пораньше. Ну, самое главное, что девочка очень довольна. А ты помнишь, когда у нас Олька появилась первый раз, маму Олегу? Я помню этот вечер, она вообще у нас кухни не выходила, мы привезли её днём. Она не плакала у нас ночью, в принципе, единственное, что она боялась выйти дальше кухни по квартире. И уже только на следующий день она пошла изучать квартиру, а так она на маленьком промежутке площади была. Но она не скулила, не плакала, в принципе. Появление первой собаки, это всё-таки событие большое. Вот напишите, пожалуйста. Как пришёл к вам дом, или как вы ездили, его собирали у плаводчика? Как вот, какие моменты вот эти в жизни пережили? Помнит ли каждый из вас, и как вот он себя в этот момент чувствовал? Арина читает книжку Марсельки, а Марселья спит. Мне кажется, Марсельке хватит две странички, да же, Марсель? Тебе же хватит этого? Завтра продолжим читать. Давай положим закладочку. Давай я положу закладку, и сразу вернусь к тебе. Так, вот это. Марселька. Брюжаночку в свою Марсельку. Вот тут Марселька себе лежаночку понравилась ему, вот этот уголочек понравился. Он решил сделать себе тут лежаночку. В аринальной комнате он сейчас у нас живёт. Мы закрыли проход, чтобы он не выходил в другие комнаты, в коридор. И вот тут он вышел, да, Марсель, к мячику, наверное, да, своему? Он, кстати, уже этот мячик обнюхал, облизал. Это были все новости на сегодня. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то ставьте пальчики вверх. Нам будет очень приятно. А на сегодня у нас всё. Всем пока и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова